Всем привет! Меня зовут Артём Лукьянов, я автор сайта VideoSmile.ru. В сегодняшнем уроке мы с вами научимся создавать вот такую вот великолепную композицию, которую я назвал «Переход в кубе». И давайте сразу же приступим к работе. Открываем программу Adobe After Effects и создаем новую композицию. Идем в Composition – New Composition. Назовем ее «Переход в кубе». Выберите какой-нибудь пресет, выставите длительность 8 секунд и нажмите «Ок». Далее давайте создадим фон. Идем в Layer – New Solid. Назовем данный слой «Фон». Кликнем по кнопке Make Home Size и нажмем «Ок». После этого переходим к панели Effects & Presets и находим эффект Ramp, то есть градиент. Перетаскиваем его на только что созданный сплошной слой и переходим к панели Effect Controls. Здесь нам сейчас нужно выбрать цвета для параметров Start Color и End Color. Для параметра Start Color выберите голубой цвет. А для параметра End Color выберите темно-синий цвет. Также нам нужно изменить форму градиента. Для этого напротив параметра Ramp Shape выставите значение Radial. Опустите нижний маркер примерно на 200 пикселей вниз. И увеличите значение параметра Ramp Scatter до 15. В итоге мы получили вот такой вот классный фон. Что мы делаем далее? Далее мы переходим на панель Tools и выбираем инструмент Ellipse Tool. Убедитесь то, что на панели Timeline у вас нет выделенных слоев. Затем перейдите на панель Composition и нарисуйте небольшой овал. Цвет для него выберите такой же как у меня, светло-голубой. После этого мы переходим на панель Effects & Presets и находим эффект Fast Blur. Перетаскиваем его на слой с овалом. Переходим на панель Effect Controls. Напротив параметра Blur Dimensions, то есть направление размытия выставите горизонтал. То есть размывать только в горизонтальном направлении. И увеличите значение параметра Blurness, то есть величина размытия на 400 единиц. Затем выделяем эффект Fast Blur и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. Здесь уменьшаем Blurness до 70 и меняем горизонтал на вертикал. В результате у нас получился классный эффект, как будто свет падает на пол и на нем образуется вот такое яркое пятно. Так, давайте его немного опустим вниз и назовем данный слой пятно. Переходим на панель Tools и выбираем инструмент Horizontal Type Tool. Кликаем в окне Composition и набираем какое-нибудь слово. Выбираем инструмент Selection и выравниваем это слово по центру кадра. Затем мы выделяем текстовый слой на панели Timeline и выполняем команду Layer Precompose, чтобы поместить данный слой в отдельную композицию. Назовем новую композицию Text, поставим галочку Move All Attributes into the New Composition и нажмем OK. После мы возвращаемся к панели Effects & Presets и находим здесь уже знакомый нам эффект Ramp. Перетаскиваем его на слой с текстом. Так, Start Color меняем на белый, а End Color меняем на серый с голубым оттенком. Сдвигаем маркеры и изменяем форму градиента. Так, давайте отключим фон и посмотрим, что же у нас получилось. Вот так вот в принципе неплохо. Подключаем фон, выделяем композицию с текстом и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать ее дубликат. Назовем новую композицию перспектива, поместим ее под слой с основным текстом, затем нажмем клавишу S, чтобы открылся параметр Scale и уменьшим значение данного параметра до 97%. После мы переходим на панель Effect Controls и изменяем настройки эффекта Ramp для слоя перспектива. Так, Start Color заменим на светло-голубой, а End Color заменим на темно-синий. В итоге у нас получится вот такой вот фейковый 3D эффект. Так, сейчас мы опять же выделяем слой с текстом и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D. Назовем новый слой тень текста и переместим ее на третью позицию. Затем мы переходим на панель Effect Centresets и находим эффект Basic 3D. Перетаскиваем данный эффект на слой тень текста, переходим к панели Effect Controls. Здесь нам нужно изменить значение только одного параметра, это параметр Tilt. Изменяем его значение на минус 80. Затем переходим к панели Composition, кликаем по слою тень текста и опускаем данный слой вниз. Потом переходим опять же к панели Effect Centresets и находим эффект Fill, то есть заливка. Переносим его на слой, берем пипетку и выбираем темно-синий цвет. Опять же возвращаемся к панели Effect Centresets и находим уже знакомый нам эффект Fast Blur. Здесь все делаем по наработанной схеме. Создаем дубликат. У первого напротив параметра Blur Dimensions выставляем Horizontal. Напротив параметра Blurness выставляем значение 20 единиц. У второго Vertical и 5 единиц Blurness. Замечательно. Тень у нас создана, теперь переходим на панель Timeline и открываем композицию текст. Выделяем слой Amazing и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. Так, дубликат создан, делаем по нему двойной клик, удаляем старую надпись и набираем новое слово, пускай будет Tutorials. Выделяем нижний слой, открываем для него параметр Opacity и временно уменьшаем его значение. Выбираем инструмент Selection и выравниваем верхнюю надпись относительно нижней. Возвращаем значение Opacity прежнее значение и скрываем его. Так, отключаем верхний слой, переходим к панели Effect Centresets и находим переход CC Twister, который находится в папке Transition. Перетаскиваем его на нижний слой и переходим к панели Effect Controls. Здесь, во-первых, напротив параметра Backside выставите верхний слой, в моем случае это слово Tutorials. Далее перемещаем индикатор текущего времени в позицию примерно 1 секунды и слева от параметра Completion ставим первый ключевой кадр. Затем перемещаем индикатор текущего времени еще на 15 кадр вперед и изменяем значение параметра Completion до 100%. Автоматически создастся второй ключевой кадр. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось у нас, в принципе, неплохо, но только переход у нас идет справа налево, а нам нужно наоборот, потому что волна частиц будет сначала идти слева направо. Чтобы изменить это, переходим к параметру Axis и изменяем его значение примерно на минус 220 градусов. Еще раз посмотрим, что же у нас получилось. Вот, теперь все нормально. Возвращаемся в главную композицию и теперь можно приступить к созданию наших частиц, но прежде создадим новый сплошной слой. Идем в Layer New Solid, назовем данный слой частицы, кликнем по кнопке Make Home Size и нажмем ОК. После этого переходим к панели Effects on Process и находим эффект CC Particle World. CC Particle World. Переносим его на слой. Так, переименуем его, во-первых. Переходим на панель Effect Controls. Раскрываем группу параметров Particle. Находим параметр Particle Type, то есть вид частиц. И выставляем здесь значение Cube, то есть наши частицы примут вид вот таких вот небольших кубиков. Затем спускаемся чуть ниже и изменяем значение параметра Bell Size примерно до 1,03. Dev Size измените до 0. Затем увеличьте значение параметра Max Opacity до 100%. Раскройте группу параметров Opacity Map и полностью закрасьте вот эту вот область. Здесь и здесь. Скрываем параметры Opacity Map. Спускаемся ниже. Так, Dev Color. Цвет при появлении. Выставите черный цвет, нажмите ОК. Dev Color измените на темно-синий. Далее поднимемся в самый верх и изменим значение параметра Beauf Rate на 1. Отлично. Сейчас давайте скроем группу параметров Particle и раскроем группу параметров Physics. Здесь найдем группу параметров Fluor. В ней найдем параметр Fluor Action, то есть взаимодействие наших частиц с поверхностью пола. Выставите здесь значение Bounce, то есть отскок. И увеличите значение параметра Random Bounciness до 50. Вместе. Вскроем данные параметры и раскроем группу параметров Producer. Здесь найдите параметры RadiusY и RadiusZ. Они отвечают за разброс наших частиц по оси Y и Z. Увеличьте значение параметра RadiusY примерно до 0.07, а значение параметра RadiusZ увеличьте до 0.480 или 85. Разница невелика. Также немного отодвинем наши частицы по оси Z от нас. Для этого увеличьте значение параметра PositionZ примерно до 0.5. Ок. Сейчас давайте займемся анимацией положения наших частиц. И для начала переместите индикатор текущего времени в позицию примерно 8 кадров от начала композиции. Затем переходим к параметру PositionX и изменяем его значение таким образом, чтобы источник с нашими частицами полностью удалился за левую границу кадра. Возьмем немного запаса. Ставим первый ключевой кадр для параметра PositionX и перемещаем индикатор текущего времени примерно на 2 секунды вперед. Затем возвращаемся к параметру PositionX и изменяем его значение примерно до 1.5 единиц. Автоматически создастся второй ключевой кадр. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот анимация. Теперь переходим к панели Effect Controls, спускаемся чуть ниже и находим группу параметров Extras. Раскрываем ее. Здесь находим параметр Hot Particle Release. Увеличьте его значение до 100% и посмотрите, что же произойдет. А произойдет следующее. Все наши частицы сгруппируются в один поток. Давайте сделаем следующее. Переместим индикатор текущего времени на тот временной момент, когда левая часть нашей надписи достигает своей максимальной высоты. У меня это примерно 1 секунда и 7 кадров. Поставим для параметра Hold Particle Release первый ключевой кадр. Затем при помощи сочетания клавиш Ctrl плюс стрелка вправо Перейдем на один кадр вперед. И изменим значение данного параметра на 0. Теперь давайте еще раз посмотрим, что же у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот очень интересная анимация. Как будто текст поднимает свой хвост и потом резко бьет по потоку частиц, разбивая их в разные стороны. Отлично. Теперь надо лишь перейти в композицию текст, выделить здесь оба слоя, кликнуть по ним в панели Composition, зажать клавишу Shift и немного опустить их вниз. Вот так вот уже лучше. Еще раз посмотрим. Что мы делаем далее? Далее мы перемещаем индикатор текущего времени на тот момент, когда наши частицы уже почти полностью исчезли из кадра. У меня это примерно 2 секунды и 13 кадров от начала композиции. Затем переходим в композицию текст, выделяем оба слоя и выполняем команду Edit Split Layer, чтобы разрезать оба слоя. Затем мы удаляем слой Amazing 2, выделяем слой Tutorials 2 и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. Далее мы подключаем верхний слой, кликаем по нему два раза, удаляем все, что здесь написано и набираем новое слово. Допустим, For You. После этого подключаем нижний слой, уменьшаем для него opacity и выравниваем верхнюю надпись относительно нижней. Возвращаем параметр opacity первоначальное значение, скрываем его и скрываем верхний слой. После этого переходим к самому нижнему текстовому слою, выделяем переход CC Twist, нажимаем сочетание клавиш Ctrl C, чтобы скопировать его. Затем выделяем слой Tutorials 2 и нажимаем сочетание клавиш Ctrl V, чтобы вставить скопированный переход. Здесь напротив параметра backside выставите значение For You. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Все очень даже неплохо, но единственное надо поменять направление перехода, потому что во второй раз волна наших кубических частиц уже пойдет не слева направо, как в первом случае, а справа налево. Поэтому переходим к параметру Axis и изменяем его значение примерно на минус 110-112 градусов. Переходим на панель timeline, выделяем слой Tutorials 2 и нажимаем клавишу с английской буквой U, чтобы открылись все параметры, у которых есть ключевые кадры. В нашем случае это один параметр, параметр completion. Переместим индикатор текущего времени в позицию 3 секунд и 7 кадров и сместим в эту позицию первый ключевой кадр. Второй же ключевой кадр расположите в позиции 3 секунд и 22 кадров. Возвращаемся в главную композицию и смотрим, что же у нас получилось. Раз и два. Переходим к временному промежутку в 2 секунды и 18 кадров. Кликаем по слою с частицами и нажимаем на английскую букву U, чтобы открылись параметры Position X и Hold Particle Release. Ставим для обоих параметров ключевые кадры без изменения настроек. Затем перемещаемся буквально на 1-2 кадра вперед и изменяем значение параметра Hold Particle Release на 100%, чтобы наши частицы обратно собрались в один единый поток. Теперь перемещаемся примерно на 1,5-2 секунды вперед и при помощи параметра Position X перемещаем наши частицы за левую границу кадра. Примерно вот так вот. Окей, посмотрим, что же у нас получилось. Очень даже неплохо. Теперь перемещаем индикатор текущего времени на тот временной момент, когда правая часть текста достигла своей максимальной высоты и ставим здесь ключевой кадр для параметра Hold Particle Release без изменения настроек. То есть величина данного параметра в этой точке равна 100%. Затем при помощи сочетания клавиш Ctrl плюс стрелка вправо перемещаемся на 1 кадр вперед и изменяем значение данного параметра на 0%. Смотрим, что же у нас получилось. Вот идет поток частиц и переворачивающийся текст просто разбивает его на мелкие частицы. Отлично. Расширяем рабочую область и идем далее. Далее мы переходим на панель Timeline, скрываем все параметры всех слоев, затем выделяем 4 нижних слоя и прячем их, чтобы они нам не мешали. После этого выделяем слой с частицами, нажимаем сочетание клавиш Ctrl D и ту же самую операцию проделываем с текстовым слоем. Размещаем их следующим образом, затем кликаем по кнопке Toggle Switch Mode, чтобы появился столбец Mode с режимами наложения. Для верхнего слоя режим наложения меняем с Normal на Add, а для текстового слоя с Normal на Subtract. После этого напротив текстового слоя в столбце Track Matte выберите Alpha Matte и верхний слой с частицами. Так, подключаем верхний слой. Так, смотрим, что у нас получилось. Очень даже ничего. Кликаем по текстовому слою и нажимаем на клавишу с английской буквы P, чтобы открылся параметр Position. Сейчас нам нужно сдвинуть этот текстовый слой на 5 пикселей по оси X и Y ближе к правому верхнему углу. Увеличиваем значение параметра Position X на 5 единиц. И уменьшаем значение параметра Position Y также на 5 единиц. Отлично, слой мы сдвинули. Теперь открываем параметр Opacity данного слоя и уменьшаем его значение на 90%. Так, сейчас переходим к нижнему слою с частицами и меняем режим наложения для этого слоя на Hard Light. После переходим к панели Effect Controls. Сейчас раскрываем группу параметров Particle, находим параметр Particle Type и меняем здесь Cube на Tetrahedron. Затем выделяем верхний слой на панели Timeline и нажимаем в сочетании клавиш Ctrl D. И еще раз. Опускаем верхний слой в самый низ. Изменяем для него режим наложения на Normal. Так, далее переходим к панели Effect Controls. Раскрываем группу параметров Physics, Flour. И напротив параметра Render Animation выставите значение Reflected on Flour. Переходим к панели Effects and Presets и находим уже до боли знакомый нам Effect Ramp. Перетаскиваем его на самый нижний слой с частицами. Так, Start Color выберите вот отсюда вот. А End Color из угла кадра. Затем сдвигаем маркеры. Располагаем их примерно вот таким вот образом. И меняем Ramp Shape на Radial. После этого нам опять же понадобится Effect Fast Blur. Сразу дублируем его. Так, сверху выставляем Horizontal. Размытие 18 единиц. Снизу Vertical. Размытие в 9 единиц. Затем раскрываем параметр Opacity для данного слоя. И уменьшаем его значение примерно до 80%. Возвращаемся к панели Effect Controls. Поднимаемся в самый верх. Раскрываем группу параметров Producer. И увеличиваем значение параметра Position Y примерно до 11 сотых. После всего этого давайте немного затемним наши кубики. Для этого выделяем самый верхний слой с частицами. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl D. Меняем режим наложения для данного слоя на Pin Light. И уменьшаем значение параметра Opacity до 35%. Так, посмотрим, что же у нас получилось. А получилось у нас следующее. Это раз волна и два волна. Выделяем сейчас слой с нашими пирамидами. Он у нас находится на пятой позиции. Нажимаем два раза сочетание клавиш Ctrl D. При выделенном верхнем слое с пирамидами переходим к панели Effect Controls и раскрываем группу параметров Producer. Здесь изменяем значение параметров Radius X на 0,075. Значение параметра Radius по оси Y на 0,0145. И немного увеличиваем значение параметра Radius по оси Z. Еще раз посмотрим, что у нас получилось. Получилось очень даже неплохо. Кстати, при желании можно отключить верхний слой. Это уже на ваше усмотрение. Так, в принципе, с частицами мы закончили. И нам лишь осталось провести небольшую цветокоррекцию. Для начала давайте создадим корректирующий слой. Затем перейдем к панели Effects and Presets и найдем эффект Curves. Перетаскиваем его на корректирующий слой. Переходим в синий канал. И немного добавляем контраста нашему изображению. После этого создаем новый сплошной слой. Выберем для него черный цвет. Кликнем по кнопке Make Home Size и нажмем ОК. При выделенном новом слое на панели Timeline выбираем инструмент Ellipse Tool. И рисуем на панели Composition маску овальной формы. Переходим на панель Timeline. Ставим галочку в чекбоксе Inverted. Раскрываем группу параметров Mask 1. Увеличиваем значение параметра Mask Fever примерно до 200 единиц. И увеличиваем значение параметра Mask Expansion. Все. Наша композиция готова. Но у нас в конце осталось еще немного свободного времени. Давайте сюда добавим еще один текстовый переход. Для этого переходим в композицию текст. Выставляем индикатор текущего времени примерно на 6 секунд. Выделяем два верхних слоя. И выполняем команду Edit Split Layer. Удаляем нижний слой. Копируем верхний. Включаем отображение верхних слоев. Заменяем надпись. То есть делаем все то, что мы делали чуть ранее. Возвращаем параметры Opacity значение в 100%. Скрываем его. Копируем переход Twist. Вставляем в нижний слой. Выключаем верхний слой. Переходим на панель Effect Controls. И напротив параметра Backside выставляем самый верхний слой. Смотрим, что у нас получилось. Отлично. Теперь у нас есть еще один переход. Возвращаемся в главную композицию. И смотрим, как оно у нас получилось. В заключении я хотел бы вам показать один прием, который позволит нам быстро менять цвета нашей композиции. Переходим на панель Effect and Presets. И находим эффект Hue Saturation. Переносим его на корректирующий слой. Здесь нам лишь надо изменять значение параметра Master Hue. И цвета будут меняться сами по себе. Теперь вы можете видеть, как наша композиция будет смотреться в зеленых цветах. Все. Давайте выведем наш фильм и посмотрим, что же у нас получилось. В итоге у нас получилась вот такая вот классная композиция. Да, урок был долгим, но я надеюсь, он вам понравился. Все. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке.